Том Райдер, Call of Duty, Modern Warfare 2, Mass Effect 2, Warhammer 40 тысяч, а также кто устроил переполох в тюряге? И неужели пираты победили? Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Грандиозный скандал! Пираты все-таки взломали уникальную интернет-защиту компьютерной версии Assassin's Creed 2. Правда игра нестабильна, постоянно вылетает, но упрямые пираты не сдаются. Я не знаю, удастся ли им взломать такую же защиту у выходящей в скорости Splinter Cell Conviction, но зато я твердо уверен в том, что зовут меня Макс Васильев, вы смотрите виртуалити, и мы начинаем со скандала. Создатели шутера Call of Duty Modern Warfare 2, самой успешной и скандальной игрой прошлого года, в конец разругались с издателем проекта, компания активирует. В чем причина? В невыплаченных гонорарах или несоблюдении контракта? На этот счет существует множество версий. Обе стороны воздерживаются от комментариев. Что будет дальше с играми серии Call of Duty и модом Warfare? Никто не может сказать ничего определенного. Неужели мы потеряем один из самых успешных игровых сериалов? Успокойтесь. По последним данным, в 2010-м новая игра Call of Duty все-таки выйдет этой осенью. А вот что будет потом? Большая загадка. Поэтому, чтобы не гадать бестолку, предлагаю сразу перейти к играм, которые уже вышли. Эпоха драконов продолжается. 16 марта вышло долгожданное продолжение Awakening для ролевой игры Dragon Age Origins. Там вам выдадут капитанскую повязку командира Серых Стражей. Это типа местный аналог ФСБ. Ваша задача — добить недобитое злом, совратить недосовращенных красотах и разгадать неразгаданные... Хотя это не обязательно. А вот что важно, так это то, что в игре появились новые враги. Один из них, кстати, похож на пугало. Единственное, что не изменилось — литры бутафорской крови, обильных лечащей из всего, из чего только может кровоточить. Впрочем, любителям ролевых игр это вовсе не помеха, а дополнительный стимул. В общем, всё в порядке, когда на Страже Серые Стражи. Или... А ну-ка, демон, а ну-ка, стой, предъяви пропасть. Ладно, проходи. Кстати, для другой ролевой игры Mass Effect 2 тоже вышло дополнение Firewalk. Так что если оригинал пройден вдоль и поперёк, ваш герой занялся сексом со всеми, с кем только можно было заняться, не расстраивайтесь. Вы получите новые задания и мощный, тяжело вооружённый джип. И главное — совершенно бесплатно. Нет, ну разумеется, если вы зарегистрировали игру. Ну то есть ввели тот самый код, который был в коробочке. Не вводили. Выкинули бумажку. Вы в своём уме? Срочно искать! Ну а мы приглашаем к экранам любителей кровищи. Совсем недавно на наши мониторы клынули толпы орков, космодесантников и тиранидов. Вышла кровавая стратегия с длинным названием Warhammer 40 тысяч данных в World 2 Chaos Rising. В общем, это не чистокровная стратегия, а даже с примесями ролевой игры. То есть вам там надо будет прокачивать любимый отряд аж до 30-го уровня, следить за здоровьем бойцов, вооружать их, обувать, одевать и чуть ли не на горшок сажать. И это космодесантник автохауса, кровавых воинов из Чёрного Легиона. Пункт с травматом. Но, тем не менее, нас ждут потерянная ледяная планета, подлые предатели в лихо закрученном сюжете и самая настоящая кровавая баня на поле боя. Что это за вялые возгласы за Императора? Женерики, что ли? За Императора! Вот так надо. С вышедшими играми всё, переходим к невышедшим. И тут, парни, сразу облом. Эти... гады! Снова отложили выход Мафии 2, на этот раз до осени. Спрашивается, сколько можно? Взять бы их всех, знаете, и в кутузку до тех пор, пока они не доделают игру. Тогда они либо выпустят её досрочно за примерное поведение, либо сбегут, как персонажи нашего следующего сюжета. Внимание! Планируется побег. На компьютере и консоли грозит вырваться экшен, призом брейк, конспираси, сделанный по популярному сериалу «Побег из тюрьмы». Да и как тут не убежать, ведь тюряк — место опасное. Ши, тараканы, плохая кормёжка, заразные матрасы, да ещё и сокамерники норовят заставить вас нагнуться за мылом. Надо срочно делать ноги, пока не пострадало то, что на этих ногах находится. Ну, в смысле, тело главного героя игры — Дома Пэкстона. Ведь пока он выясняет всяческие подробности из жизни заключённых, его самого пристально изучают местные авторитеты. Ну, а мы будем изучать игру на наших мониторах и выискивать лазейки в той самой тюрьме, «Побег из которых считается невозможным». Да это нам расплюнуть. Фу, извините. А вот и хорошая новость, горячо любимая одинокими геймерами. Красотка Лара Крофт скоро появится в новой игре из серии Tomb Raider — Стражник Света. Ну, в смысле, не Света-Стражник, а Стражник Света. Ну, тьма-свет. Поняли? Отлично. К сожалению, это будет не любимое трёхмерное приключение, а плоская бегалка наподобие супер-братьев Марио. А жаль, ведь многие ждали возвращения именно той, объёмной Лары. Ну, мы буквально молились на неё. О, боги, почему же вы так жестоки? Как вы думаете, трудно ли быть богом? Да проще простого. В конце марта выйдет симулятор бога Сэттлерс 7, где вы своей милостью сможете одарить подчинённых золотым дождём, спасти от голодной смерти или, в буквальном смысле, протянуть руку помощи. Одна беда. Таких, как вы, богов, не один десяток, а конкурентов никто не любит. Вот и приходится простым обывателям ломать друг от друга копья, колья и зубы, пока их боги выясняют, кто из них самый крутой небожитель. А ведь горожанам при этом надо ещё и по дому работать, и за хозяйством следить, и детей растить. А тут ещё боги, понимаешь? А кто будет гарщики обжигать и кашу варить, а? Ну вот, с невышедшими играми покончили, теперь самое время вспомнить одного знаменитого разработчика, которого буквально несколько дней назад представили к награде. Мы его поздравляем! Джон Карман, один из создателей легендарной серии шутеров Doomquake и Weaponstein, получил по заслугам. Недавно на конференции игровых разработчиков Сан-Франциско он получил награду за личный вклад в развитие игр. К призу прилагается солидная денежная премия. Она как раз поможет Джону доделать долгожданный гоночный шутер Rage и вплотную заняться четвёртым Doom, слухи о котором удоражат умы геймеров без малого пять лет. Надеемся, Джон, ты ещё внесёшь немало нового в историю развития игр, а также сделаешь так, чтобы в четвёртом Doom можно было и фонариком светить, и из пушки полить. А то как-то угодно страшно. А теперь немного странностей. Пока мы мечтаем о новых технологиях в играх, кое-кто уже воплощает их в жизнь. Вот вы наверняка не раз думали, как было бы прикольно взять бутылку из-под газировки, картонный руль или цветную бумагу и управлять с их помощью в гонках, боевиках или даже в любимом по сеансе косынка. А ведь такая штука уже есть. Причём это не система Наталок Майкрософт, а чудо-установка Камтрак. Особенно эффектны цветные насадки на пальцы. Всё происходящее начинает напоминать известный момент в фильме «Особое мнение» с Томом Крузом. И всё, что нужно для этого чуда — компьютер, обычная веб-камера и специальная программа «Камспейс» весом всего-то 7 мегабайт. Воистину, будущее уже рядом. Открой глаза, геймер! Далее виртуалити. Кто уделывает Человека-паука одной левой и почему тропический остров не место для отдыха? С вами снова виртуалити. В этой части программы мы прокрадываемся в гости к самым скрытным разработчикам и долго-долго пытаем их горячим утюгом, чтобы они дали поиграть нам в свои хиты. Ну, на самом деле, они сами нас приглашают, мы их даже не бьём. Итак, сегодня мы отправляемся в очень холодное место, где создаётся одна очень горячая игрушка, которая, между прочим, в общем... Поехали! Тропический рай, пальмник и кокосы. Мир и покой. И тут приходит он. В крутом прикиде с полосатым парашютом за спиной и грозным взглядом из-под чёрных бровей. Разгоняется на мощном байке, взрывает бензоколонку, подлетает на трамплине, цепляется за пролетающий мимо вертолёт, вышвырвет пилота и взирает на устроенный беспорядок с высоты птичьего полёта. Знакомьтесь, это Рико, главный герой экшена Just Cause 2. Я отнимал жизни. Начинал гражданские войны. И нёс хаос целым странам. Я думал, что мой путь завершён. Но я ошибся. Но сначала отправимся в столицу Швеции — Стокгольм. Этот северный город знаменит не только тем, что там появился Карлсон, группа Аба и видеофильмы с голыми блондинками. Здесь, в одном из красивейших мест Европы, располагается офис компании Avalanche, который 4 года назад выпустили экшен Just Cause — историю противостояния правительственного агента Рика Родригеса и плохих парней на тропическом острове. Видимо, на решение о создании этой игры про жаркие разборки в знойных тропиках повлиял холодный Стокгольм. Кстати, само слово «Avalanche» переводится как «снежная лавина». Конечно, первую часть мы придумали вдохновлять GTA 3, и тогда это было очень популярно. Огромный город, каменные джунгли, полный всевозможных занятий, плохих парней, разной техники. А потом решили, пусть и джунгли будут настоящими, а не каменными. А главные герои — таким крутым суперменом. Рика получился что надо. Красавец-мужчина, снойный, мачо, безо всяких комплексов. Зато с огромным арсеналом оружия, в котором нашлось место даже гарпуну. Мы решили, а почему бы не сделать его таким брутальным Человеком-пауком, только Человек-паук-то у нас мям-ли-нытик, а Рика — крутой безжалостный мужик. Он не только может цепляться своим гарпуном за всё подряд, он хладнокровно использует его против врагов. Но главный козырь господина Родригеса в разборках с врагами — это возможность пересесть на любое транспортное средство — от вертолёта до боевого катера, а уж оттуда задать негодяям верт. Ну, вы, негодяя, похитили девушку, вашу подружку, вы должны её спасти. Сначала вы выбираете, каким же образом вы попадёте туда. Или вы полетите на вертолёте, или вы полетите на реактивном самолёте, или вы пойдёте пешком, или вы выбьете каких-нибудь врагов по дороге, отнимете у них машину и поедете на машине. То есть вариантов несколько. Ну, на всякий случай, если ваш вертолёт подбили, мы дали Рика парашют из полосы. Вот планируйте себе, расстреливайте врагов, потом приземляйтесь на мотоцикл, скидывайте водителя и продолжайте безумную гонку. Я знаю, все это выглядит не очень правдоподобно, но мы и не гнались за реализмом. Для нас главное, чтобы всё было очень зрелищно, весело, чтобы понравилось геймерам. А уж как он проделывает все свои штуки, это дело десятое. Действительно, всё, что было нельзя, но так хотелось сделать в GTA или Мафии, воплотилось в Джаз Кост 2. Выпрыгнуть из кабины вертолёта, отстреливаясь от преследователей, приземлиться на крышу автомобиля, врезаться в здание в самый последний момент, выцепившись гарпуном за балкон и выпрыгнув из машины. Что уж говорить о перестрелках на транспорте. Это самые безбашенные перестрелки, которые были в видеоигры. Но мне больше всего нравится, летая на вертолёте, зацепить крюком грузовик, а потом скинуть его в толпу бандитов. Вот уж где начинается веселье. В Джаст Косте это переводится типа «так надо», ну или «правое дело». В общем, Рик этим правым делом и занимается, спасает свою подружку от бандитов, устраняет главаря мафии и лечит взорвавшегося диктатора. Ну, другое дело, что его методы несколько отличаются от обычных. Но не думайте, что в игре есть только тропические острова, пальмы и травы. Разработчики не поленились сделать целый мегаполис. Это не какой-то там утро на три хибары и сарай. Это полноценный город с небоскрёбами, магазинами и клубами. И вся эта красота так и зазывает огня. Игра будет выпущена полностью на русском языке. Вариантов комплектации будет два. Во-первых, это игра в экономичной упаковке. Во-вторых, это игра в DVD-бокс в подарочном издании. И вот здесь вот нам есть что предложить, потому что помимо основной игры будет несколько скачиваемых дополнений. Это специальный парашют с черепом, такой крутой, как у настоящего мачо. Это специальный пистолет, специальные средства передвижения, автомобили. То есть там несколько таких вот очень вкусных плюшек, которые можно будет добавить в игру. Меня вернули. И дали задачу убить моего друга иностранника. Хочу сказать всем обладателям компьютеров, ребята, вам крупно повезло. PC-версия будет самой красивой и самой крутой. Ну, конечно, если ваш комп — это зверя, а не груда старого металла. Мы решили сделать самую реалистичную воду, которая только была в играх. У нас там такая вода, что хочется прямо пробежаться и нырнуть. Поэтому, когда будете играть, осторожней с мониторами, не сломайте. Нам хотелось, чтобы игрок почувствовал себя в этом мире, ощутил тяжесть парашюта, услышал звуки выстрелов, почувствовал, каково это управлять вертолетом. Особенно в 3D-режиме — это чистый термояд. Действительно обалденно. Когда ты летишь на парашюте, вокруг льет дождь, куда-то едут машины, а за тобой конец армейский джип с дюжиной головорезов. Кому-нибудь такой расклад показался бы проигрышным. Но только не Рик Родригесу. Он знает, что делает. И знает, почему. Потому что так надо. Вот в таком прохладном месте создается самый жаркий экшен в тропиках Just Cause 2. Ну а в следующий раз мы отправимся в Лос-Анджелес, побродить по Голливуду и пообщаться с разработчиками кровавейшей игры God of War 3. Далее в Виртуалити. Кому хорошо в плохой компании и как развести олигарха. Это Виртуалити. Мы вернулись и приглашаем вас в компанию Трёх Геймеров. Они получили от нас три игры, которые без труда можно найти в любом магазине. А вот стоит ли это делать, вы узнаете, послушав наших гостей. Но для начала давайте знакомиться. Михаил Фишер, телеведущий, фанат игр. Играет с 1995 года. Любимая игра Diablo 2. В играх больше всего ценит прокачку и лут. Даня Шаповалов. Писатель, автор игровых сценариев. Играет с 1990 года. Любимая игра GTA 4. В играх больше всего ценит ништяковый геймплей. Константин Подстрешник, легендарный игровой журналист. Играет с 1988 года. Любимая игра Fallout 2. В играх больше всего ценит шотган и огнемёт. Итак, первый в руки наших геймеров угодил Dark Void. Обложка игры предлагает нам побеждать врагов, используя систему вертикального боя и спасти землю от вторжения, раскрыв грандиозный заговор и тайну загадочного феномена. А теперь слово геймер. Ты слышишь Dark Void, да? Ты думаешь, блин, сейчас будет что-то эпическое, тёмное, да? Ну, не знаю, я бы ждал какой-то крутой фэнтези, да, в мире а-ля Warhammer. Но, к сожалению, это всё не так. Когда я увидел эту игру, я понял, что Dark Void — это игра про летающего гея в параллельной вселенной. Это совершенно очевидно. Что вы хотели за такие деньги? Я тоже считаю, эта фраза должна принадлежать разработчикам игры Dark Void. Когда в начале игры твой герой с туповатым выражением в лица через бермудский треугольник попадает в другое измерение, да, ты уже не ждёшь каких-то супер-мега-крутых сюжетных решений, да, ну и хотя бы надеешься, там, я не знаю, на юмор. Странно, что там нет снежных людей, там, снежного человека. Что там у них ещё актуально, не помню. Детающие тарелки там есть, по-моему. Враги скопированы из Mass Effect 2, да, да и, собственно говоря, других врагов-то там нет, да, ну там три или четыре вида. Вы вообще видели этот Mass Effect? Понимаете, каково там живётся гетто? Неудивительно, что многие из них перебежали в игру от Капка. Я думаю, в первую очередь эту игру нужно посоветовать людям, которые её сделали, потому что, мне кажется, лучшим наказанием для них и каким-то, я не знаю, опытом для будущего будет им самим посидеть, поиграть и понять, что, блин, геймер этого не хочет. Второй игрой, попавшей под раздачу, стало приключение Евлампия Романова «Нежный супруг-олигарх». Обложка заманивает увлекательным сюжетом на основе одноимённого романа и превосходной анимацией разнообразных персонажей и животных. Что скажут геймеры? В принципе, уже обложки диска достаточно для того, чтобы отпугнуть любого человека с глазами, но если всё-таки это произошло, да, и ты как-то установил эту игру, твой компьютер не сгорел, тебя не поразила молния сверху, да, то тебя ждёт фантастическое удовольствие в жанре, пардон, квест, да, созданное по мотивам бессмертных творений госпожи Донцовой. Ай! По популярности её произведения могут поспорить только со сборниками кроссвордов, а по качеству даже, наверное, превосходят их. Но не факт, что читатели Дарьи Донцовой подозревают о существовании компьютерных игр как таковых. Извини, кругом беспорядок, буденник не прозвенел, я проспала, не сердись как. Бесспорно, достоинством игры является возможность искать какие-нибудь тусклые предметы на серых фонах, что предметы очень маленькие, и их очень тяжело искать. Это очень хорошо. Что это торчит такое? Клаус научился пользоваться туалетной бумагой. Это единственный серьёзный конкурент игре Heavy Rain в 2010 году, которая эксклюзивно выкупила платформу PC. Случайно, выжди. Я не хотим. Сложно, конечно, советовать эту игру. Мне кажется, что разве что в каких-то учреждениях типа тюрем или колонии строгого режима, где происходит перевоспитание людей, да, где... Хотя нет, тоже нельзя, потому что человек, выйдя из тюрьмы, может попытаться найти разработчиков этой игры и прикончить их. Ну и напоследок мы выбрали игру Battlefield Bad Company 2. Её красочная обложка предлагает грандиозные бои с применением техники, а также разрушение целых зданий и полное уничтожение всего вокруг. Что думают по этому поводу наши геймеры? Bad Company 2 вышла в очень удобный для неё момент, потому что её окружает действительно плохая компания. Все её конкуренты так получилось, что право флибит с ней куда-нибудь. Где тут плохая компания? Хорошая компания? Любой мужчина достанет такой компании. Давай наверх! Останцы за мной! Ну окей, плохие русские, хорошие американцы, да. В игре всё равно столько на самом деле месива, происходит взрывов, что не особо обращаешь внимание, кого именно ты убиваешь, да. А где ещё можно кататься на танке и уничтожать пехотинцев, да уничтожать обычных людей на танке? Самая прекрасная вещь. Очень круто, когда люди заявляют, что будет тотальное разрушение, и оно гейт. За такую игру я бы продал лет 15 назад душу и родителей, и вообще продал бы всё, весь мир, вот просто за такую игру. кому надоело работать. И он хочет, чтобы его с этой работы уволили. Battlefield Bad Company 2 это стопроцентный способ, проверенный многими людьми. Можете найти их в очереди за бесплатным судом. Играть в это или нет решайте сами. А на следующей неделе нашим геймерам предстоит разобраться с тремя очередными поделками. Также вы узнаете много нового про эпический и кровавейший God of War 3, подводные байкеры, клоуны-растаманы, безумные гонщики и бандиты в пиджаках. Это только начало. Стэндбай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok